Эту методичку первый раз мы издавали в 2019 году. В этом году мы поняли, что уже пора переиздавать, потому что много что поменялось, появилось Управление по благоустройству общественных пространств. Стало гораздо легче участвовать в озеленительных общественных акциях в пределах парков, скверов, городских лесах. Практически сейчас, каждую весну и каждую осень у нас есть такой достаточно внушительный список проектов, озеленения, в которых может включиться общественность. В первой версии нашего издания не было каких-то переходов на сайты или какие-то онлайн форматы, информации, где более подробно можно было бы что-то изучить. Да, мы в этот раз добавили QR-коды, чтобы можно было очень быстро переходить, ну и было более мобильным. Причем мы работали не только с учеными, безусловно, с ними мы сотрудничали, собирали разные данные, но и общались с жителями города Новосибирска, чтобы было понятно, каким образом изложить им информацию, чтобы они впоследствии могли ей благополучно пользоваться. Я думаю, что для наших жителей это будет хорошее такое подспорье. Она есть в электронном виде, она есть на сайте «Зеленый Новосибирск». Она будет расположена на сайте общественных организаций, которые сейчас подключились к нашей работе, ну и, конечно, на муниципальном портале Новосибирска тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова